Ребят, я вот делаю дома еще тоже ремонт, поэтому у меня прям вообще, честно говоря, в видео времени не хватает на эти, на видеоролики. Вот смотрите, то на квартире у сына делается, там наняли ремонтник, он делает, а тут уже, как говорится, на все денег не хватает. Вот, это вот я сделала сама. Сейчас вам покажу, какая была стена у меня. Стена, это была ужасная, вот такая вот была стена. Вот, смотрите, это прихожую я делала, вот я делаю прихожую, вот так, это я еще не зачистила, вот, то есть мы зачистим, ну, я в основном сама делаю так, немножко сын, немножко муж, но в основном делаю сама. Вот, то есть я вот это все зачищаю, чтобы оно не висело ничего. Потолок я зачищаю скребком, сквозь до бетона, вот, то была побелка меловая, вот, мел. Теперь я его снимаю и будем мы красить. То есть вот такие у меня стены в прихожую, вот, прихожая, страшные, конечно, прихожая, но что сделаешь? Тяжело делать, когда живешь, и делать ремонт тяжело. Вот, аж все ободрали, вот, в прихожую. И теперь постоянно, вот, аккуратненько все закрываем этой пленкой, сделаем, потом опять пленку эту саму убираем. Вот, смотрите, вот это я купила, значит, финишные, финишные. Сначала, значит, что я сделала, вот, зачистила такую стену, потом я сделала грунтовкой, купила обычную грунтовку, прошла по этой грунтовке. Вот, потом я не стала, вот это цемент, да не, не стала, я сразу купила финишную. Вот, сейчас я вам покажу, на прихожую у меня сейчас другая будет финишная, вот, какой-то финишный такой раствор, финиш, сатэ, на каких-то полимерных добавках, якобы оно лучше держится. Ну, это турецкие, у меня был наш, но то, что сейчас у меня был наш, купленный до войны еще, сейчас такого, конечно, нет. Ну, сейчас уже совсем другие какие-то смеси, других производителей, ну, неважно, я взяла вот этот 10 килограмм, на остаточную прихожую мне хватит. Значит, загрунтовала, зачистила, обмела все, загрунтовала, дала просохнуть. Дня три я так подольше, знаете, даю от грунтовки. Потом я размешиваю этот раствор финишную и сама шпателем, шпатель купила и накладываю. У меня такой шпатель большой, сейчас я вам покажу, какой у меня тут шпатель. Все тут лежит, все у меня в перенежку. Ребята, вот такой у меня шпатель, вот такой большой. Я на него накладываю, вот, и прям вот на стену ляпаю, и потом вот так вот разглаживаю, вот так вот к углам, короче, вот так разглаживаю, разглаживаю. Вот таким вот большим вот шпателем, большой шпатель. Конечно, это самое, еще периодически маленький беру, ну, в принципе, таким большим шпателем. И вот наложила это все шпаклевочку, а потом, ну, конечно, размазывала ее тоненьким слоем, чтобы стенка была более-менее ровная. Понимаете, я не под покраску, а под обои, вот, чтобы не было неровности. А, и потом я дала просохнуть, сохнут у меня на Я4. Эта стеночка я брала мелкую шкурку, обычную мелкую шкурку. Сейчас я вам покажу. У меня тут все есть, все подряд. Вот такая мелкая шкурка, вот, и я просто вот как бы вот так вот, вот, и вот эту шкурку чистила. Где какие-то там неровности были, вот, есть вот небольшие неровности, но они уже практически так. Вот она гладкая идет, понимаете, вот гладкая, стена гладкая. И я вот это зачищала по ночи мелкой вот этой пыли. Вот, конечно, тут я пленку вешаю, потому что там еще, как бы, не начали здесь пленка. На полу тоже пленка, на дверях пленка. И вот так вот тяжелее всего, ребят, было сделать потолок. Вот почему у меня там то белый, то коричневый, это какая-то смесь у меня, она же куплена была давно. И, видно, сроки, что ли, уже потеряли, прошли. Не знаю, что-то там произошло, короче. По качеству оно нормальное. Не знаю, чего-то на эту белое, только кофейное. Ну, короче, я зачистила. Потолок тяжелее, конечно, было. Но все равно, смотрите, какой ровненький. Все какие-то там перепады, вмятинки какие-то были. Все сама. То есть я дико сэкономила на маляре. Маляр у меня вот вот собрал, ого, насколько я знаю, сейчас, по-моему, 140 гривен квадратный метр. Вот только штукатурка. Вот. А мы же еще будем сейчас, вот я буду красить валиком. Вот покрашу, вам покажу. Специальная краска. Она на основе тоже какая-то сейчас вот краски. Они не воючие, и как побелка. Ну, короче, вот краска такая. Я сейчас буду готовить, вам покажу, что это за краска. Будем красить сейчас потолок. Когда это все у нас, значит, мы зачистили это все, стало ровненько. Опять мы обработали грунтовкой для того, чтобы держались хорошо обои. Потому что я буду обои сюда клеить с таким небольшим рисунком, эти обои под покраской. Буду, такой же кофейный цвет у меня будет, но уже у нас есть краска, такой слоновой кости, что ли. Будем красить эти обои. Ну, приклеим, потом будем красить. Наклеила багеты. Сын говорит, зачем ты багеты клеишь? Я говорю, ну, вроде по всей квартире есть багеты. Я взяла ровную планочку, которая не сгибалась на потолок и на стенку. Просто ровная планка. Сантиметр сколько? Два сантиметра. И просто приклеила. Просто ее приклеила. Вот такая. Сейчас мы будем красить потолок и заодно ее тоже беленьким пройдем. Чтобы потолок отличался от стены. Потому что потолок будет белый, а стена она чуть-чуть кофейная будет. Но все равно, чтобы вот этот переход, чтобы был. На это все время затрачивается. И очень долго. Вот это мы все делаем где-то с середины января. Представляете? Я же еще работаю, а сейчас у нас уже конец. Уже второй март. Вот. Свободное время есть. Я делаю. Значит, сделали одно, потом второе, потом третье. Вот так потихонечку. Сейчас покрасим потолок. После этого он высохнет, этот потолок. И уже на следующей неделе начнем обои. Обои клеить. Здесь заклеим обои. Дадим им тоже где-то неделю, чтобы они постояли, хорошо приклеились. После этого начнем их красить. И когда уже покрасим, все, тогда уже часть мебели, зала-то все будем сюда перетаскивать. И начну тогда уже делать вот это. Придется тоже сюда вешать эту пленку, чтобы сюда не летело. И потихонечку делать здесь. А потом вот этот шкаф надо будет передвигать. Понимаете? Ну, работы достаточно. Главное, что, понимаете, она такая... Я бы не сказала, что я подолгу там работаю. Там зачищала. Вот это вот. Стенки зачистила. Ну, нет. Ну, два или три часа максимум получилось. А потом уборка. Понимаете, вот эта все уборка, она вроде не так, как энергоемка. А с другой стороны, грунтовка должна сохнуть, шпаклевка должна сохнуть, краска должна сохнуть, пленку сам приклеил, сохнуть, обои сохнуть. Поэтому она так вот растягивается. Вот. Так хочу хорошо сделать, чтобы не тяп-ляп. Вот. И надо будет мне еще пройти в ванной. В ванной мы уже давно сделали. Здесь уже года четыре в ванной. Потолок, он вроде бы нормально, но четыре года, знаете, я периодически плесень с него снимаю. Ну, это не то, что плесень, а чуть-чуть такие, черные точки. Ну, надо. У меня краска такая есть специально на санузлов. Надо будет здесь тоже пройти. Ну, сначала здесь в прихожей маленькой, а потом заклею эти фонарики и пойдусь. Ну, тогда уже надолго. Коль мы делаем ремонт, уже здесь заделаем. Так что, так вот, чем я, ребята, займусь. Ну, так. Чем я занимаюсь, вот, поэтому и хотелось бы ролики записывать, а я же все-таки, я и работаю. Ну, и вот этот ремонт. И плюс, там немножко бегаю, сыну там помогаю. То есть, у меня занятость вот так вот идет. А хочется еще отдохнуть и сходить в бассейн. Я еще в бассейн хожу три раза в неделю. Вот, то есть, хожу там, расслабляюсь. Ну, то есть, вот так как-то занято. Ну, немножко с ремонтами разгребусь. Я так думаю, что видеоролики у меня будут, ну, почаще выходить. Я там новую тематику уже решила делать. У меня будут сны, как показывать сны, как они воплощаются в реальность. И еще хочу тематику сделать, ну, типа, народные приметы. Вот такое. То есть, две рубрики хочу новое вести. Ну, может, кому-то интересно. Мне это интересно, просто я буду выкладывать случаи, которые были лично у меня. И что произошло после этого сна, например. Или после этой какой-то приметы. Будет, так что, будут новые рубрики. Ожидайте. Ютуб я не бросаю. Ну, просто так получается. У меня сейчас занятость, говорю, очень сильно. Так что, всех люблю, целую. Заходите на Ютуб, подписывайтесь на мой канал. У меня есть еще один канал, не только по гороскопам. Вот Наташа Светлая. У меня есть еще Наташа Светлая влог. Там я показываю, ну, просто жизнь показываю. В ремонт на квартире сына. Ну, просто как-то, мы идут там по улице, так что-то рассказываю. Ну, то есть, вот такое у меня. Так что, всех люблю, целую. Заходите на мой второй блог. Подписывайтесь. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok